Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. С вами снова Аннушка. Сегодня я решила утром включить камеру, как и положено, когда ты снимаешь влоги. Сегодня у нас очередной необычный день. Наши дни все необычные. Не переключайтесь, с нами совсем не скучно. Сегодня придёт мастер, чтобы передвинуть что-то там. Точно даже не знаю что. В общем, для того, чтобы сделать наш евродуш в пол, желательно сделать ниже фановую трубу. Поэтому сегодня он её снимет. Чего сделает, не знаю. Может, я неправильно поняла. Вроде бы он её снимет. Тот часть, которая идёт от унитаза, опустит ниже, потому что она настолько выше пола. Почему-то у нас опустит с помощью какой-то крестовины и поставит на место. Это называется замена фановой трубы. Но не с целью именно её замены, а с целью, чтобы понизить вот эту часть. Я могу вам показать сейчас. Что самое интересное в этом? Что я должна пойти на все этажи выше нас, попросить не пользоваться туалетом несколько часов. Представьте, вам звонят и говорят, здравствуйте, вы сейчас сходите в туалет и больше не пользуетесь. Ну так часов пять. И он сказал, что всё равно это не помогает, и, как правило, кто-то пользуется туалетом. То есть всё это к нам хлынет. Мы должны быть наготове, у нас будет ведро и тряпки. Ну и, по-моему, уходить нам нельзя. Дети дома без садика. Собственно, вот в тот раз он разобрал короб. Чтобы посмотреть, насколько тут что возможно, это стоило 3000 рублей. И сегодня, он же мне назвал цену за всю работу, потихонечку, вот, будем платить. Вот это вот нужно опустить. Вот это нужно опустить. Вам покажется, что это немного, но это где-то 3 сантиметра. Это хорошо. Итак, везде по чуть-чуть, и у нас будет не очень высокий порог. Вся работа планируется в 120 тысяч за его работу, но мы не знаем, что будет на самом деле. Он должен был прийти с напарником, но напарник его занят. Собственно, что мы пытаемся выиграть. Вот это вот чудо нам нужно будет опустить как можно ниже, чтобы душ в пол был. В общем, это сложный индивидуальный проект, который мы в процессе будем думать. Поскольку у меня есть опыт 3 санузла за плечами, 3 квартиры переделанные, но они все были разные. Кое-что я в этом понимаю, что должно получиться. А что сделать для этого, должен понимать он. Так, у меня немного тряпок, меня это тревожит. Собственно, когда все польется. Да, и цель нашего ремонта, это сделать вот здесь ступенечку. Вика, Вика. Сделать ступенечку, которая не будет огромной. Сначала она планировалась 25 сантиметров, но уже ниже, может быть, он сделает максимально низко. И когда мы будем наступать на эту ступенечку, дальше будет все ровно. И никакого ската, чтобы люди падали, поскальзывались, не будет. Потому что в предыдущей квартире у нас была плавная горка вверх. Она была сантиметров 15, и ее все очень сильно боялись. Значит, ситуация отягчается тем, что у нас есть дети, которые дома. Один со своим животом еще не вышел из диеты, живот побаливает. Он мало очень ест и очень выборочно. А другая девочка со своим кашлем. Вот представьте, тут поплывут какашки. И дети будут. Это будет вообще не смешно. Мы вообще не будем веселиться. Мы просто будем очень быстро работать. Наверное, я возьму совок. Я прям готова к этому. Потому что, как говорится, готовься к худшему. Готовься к худшему, надейся на лучшее. Нужно будет очень быстро работать. Иначе это все потечет вниз. Здесь очень плохие перекрытия. И если это потечет к соседям, вот там уже будет запах, который не убрать. Кстати, выяснилась загадка. Разгадалась. Как сказать? Я не пишу сценарий к своим видео. Поэтому вы слышите речь, которую я на ходу придумываю. Наконец-то стала понятна загадка этих натяжных потолков. Это натяжные потолки от застройщика. И именно поэтому ни в одном помещении во всем этом доме не спроектирована электрика. То есть они просто натянули, а дальше вы тут делаете, что хотите. Это странная идея. Это действительно странная идея. Поэтому у многих, и у соседки внизу я была в гостях, никак им не повесить люстру. Например, они в одном помещении так и не смогли повесить люстру, потому что не подходит. Ну вот здесь вот подошло, повезло. Наши предыдущие хозяева квартиры повесили. Там повезло, а в детской пока что не повезло. Так что застройщик это делал. И ламинат, который странного цвета в моей комнате. Сейчас покажу вам. Такой встреченный влог получается начался. Ламинат тоже положен. А, и у детей. Это ламинат от застройщика. А вот кафель клали сами жильцы. Вот это ламинат от застройщика. Точно такой же у соседей. Теперь я разгадала, почему он такого ужасного цвета. Ну потому что, когда люди кладут ламинат, все-таки стараются что-то красивенькое положить. Ну вот. Так. Моя люстра подвисла. Она не продается. Никто ей не интересуется. В первый день, когда я выложила объявление, мне написали из города Саратова. Просили ее выслать. Но для меня это невозможно. Я ее не смогу донести. Я даже ее поднять не могу. До почты, чтобы отправить. И я не верю в пересылку почты России. Они просто ее испортят. Вот и все. Но, тем не менее, из Саратова ее хотели купить аж за 9 тысяч. А вот. А здесь пока никто не хочет. Ну вот я вам начала влог. Очень мне хочется ответить на ваши вопросы. Давайте я на один отвечу по поводу соседей. Одна зрительница пишет мне, что вы что, возмущаетесь? Шум был в приличное время. И соседи вам даже не родственники. Дорогие друзья, родственники есть у Дани и Тё. У Дани и Вики есть родственники. У Тёмы родственников здесь нет. И у меня есть родственники по папе. И мы с ними не общаемся. Они из Архангельской области. Там, кстати, очень много родственников. Одна сестра приезжала прошлым летом. Это, получается, моя двоюродная сестра. И мы познакомились впервые в жизни. И она нас туда зовет. Но мы не общаемся так, чтобы общаться. Родственников нет. Одна моя самая ближайшая двоюродная сестра живет в другой стране больше 20 лет. И мы не виделись много лет. 8 лет, что ли? Сколько мы не виделись? 8 лет. А родственников здесь нет. Родственники по отцу. Ещё есть те родственники, с которыми произошёл строительный конфликт с Марселем тогда. Это был какой-то там 2014 год, наверное, 2014 год. С тех пор они с нами не общаются. Но мы и не страдаем. Мы с ними пообщались пару лет. Было очень весело. Теперь опять не общаемся. То есть они как бы есть. Но никто не поможет, понимаете? Соседи – это ближайшие люди. И я считаю, что любой здравомыслящий человек обязан дружить хотя бы с одной квартирой соседской. Хотя бы. Объясню, почему. Что бы в жизни ни происходило, ты побежишь к соседу. Никто к тебе не приедет, когда у тебя будет что-то… Ай, караул, караул. Например, может быть, новый зритель не знал, что Тёма в коляске. Тёма в коляске. Он не может… Он не сидит там по приколу. Он не может стоять. И если что… Например, у нас была такая ситуация. На Парнасе был потоп. Однажды, летом, никто ничем не пользовался. Случился перепад давления в трубе. И хлынул кипяток. Ну, конечно, не 100 градусов. Хлынула горячая вода под кафелем. Внутри кафеля всё зашито красиво. Хлынула эта вода. И прорвалось так много и так сильно с санузла в Тёмину комнату. И всё это поплыло. А мы были на даче. Вот какие при чём тут родственники? Помогут только соседи. Нужно банально подойти и перекрыть было эту самую вентиль. Тёма не может ничего перекрыть. Другая ситуация. Когда у Тёмы воспалились ноги. Ну, кто какой родственник куда поедет? Нужна срочная помощь. Нужно срочно было обезболить и снять это безумное воспаление. Ну, Тёма не обращается к медицине. Я обращаюсь к медицине, а он нет. И приходила девочка из соседнего дома. Что ещё? Всё, что угодно. Всё, что угодно. Например, у Тёмы ночевали друзья на Парнасе. И они разложили диван, который ни я, ни Тёма сложить не можем, поскольку мои руки больны. И что делать? Какие родственники? Идёшь к соседям и говоришь, у тебя сын уже пришёл, он ещё не спит. Да, и пришёл мальчик 14 лет и помог убрать нам диван, сложить его. Вся надежда на соседей. Это не частая помощь. Может быть, один раз в году. Я не говорю зайти за солью или поболтать, когда тебе грустно. Это мечта. Мечта пока что не сложилась. Раньше на Куйбышево, когда мы жили, у меня была соседка, с которой мы просто у нас двери были открыты. И мы туда-сюда ходили, ходили, и болтали, и соль просили, и чай пили, и вместе ужинали, вплоть до того, что где мы сегодня ужинаем, у тебя или у меня. Ну и в воскресенье, конечно, где мы завтракаем, у тебя или у меня. Такой соседки давно уже нету, к сожалению. Но портить отношения с соседями громкой музыкой в полдесятого, извините, пожалуйста, это просто очень некрасиво. Зная, что весь стояк, это трёхкомнатные квартиры, это все многодетные семьи, сто процентов. Здесь нету богатых, кто купил трёхкомнатную квартиру. Это всё люди получили квартиры. Все многодетные, у всех до 18 лет. Почему надо мешать? Дело не в законе. Мне пишет Тёмин друг вчера весь день. Всё по закону, тётя Аня, всё по закону. Так вот, тётя Аня считает, что не по закону. Есть мораль, есть воспитание. Как ты можешь тревожить человека, зная, что он тут живёт? Например, давайте такую ситуацию возьмём. Когда проезжает машина по двору с грохочущей музыкой, ну, все думают, что... Сами знаете, что все думают. Думают, какой нехороший человек. И эта музыка грохочет там 10 секунд и уезжает ночью, например. Днём, по-моему, никто не включает такую музыку. Грубкую музыку все хотят слушать ночью. И это 10 секунд. Он проехал, все на него наругались молча, и он уехал. А тут полчаса гремела музыка. Открываю окно. Это у вас с балкона. Я думаю, сейчас все соседи будут в шоке. И бог с ним, что хороший плейлист. Ну, это не прикрытие. В общем, мальчики считают, что они правы. Да, я хочу сказать... Ещё мне написали, вам уже отель сняли. Ну, за отель я деньги вернула в этот же день. Как только мы вернулись, я вот это всё увидела. Что вам ещё надо? Вам же отель сняли. Мне отель не снимают, пишет зрительница. Ну, просто, может быть, ваш сын не знает, что вы любите отель. Мой сын знает, что я люблю отель. Что я люблю, то он и дарит. Мы с ним очень много путешествовали. И отель – это наше самое любимое было. Потом пошли дети, потом появился Марсель, потом пошли дети. У него вечно нет денег, и мы перестали путешествовать. Вот и всё. Мы очень любим отели. Мы перестали путешествовать из вежливости, потому что у него нет денег, и как же мы поедем, а он не поедет. И зря мы это сделали. И отель отелем, а когда я вернулась, у меня всё болит. И я не должна делать уборку за четырьмя или пятью взрослыми мужиками. Понимаете? Если всё залито пивом, детская кроватка подвинута, покрывальца детская валяется, что ещё, я уже не помню. Детский мишка, мягкий мишка, тут валялся на кухне, на нём, значит, кто-то спал в качестве подушки. Хотя подушки есть, просто надо спросить, где лежат. Они, кстати, лежат у меня в открытом шкафу, даже двери нет, даже искать не надо. Взял подушку и спи, спали на мягких мишке. Понятно, когда люди выпивают, не соображают, что делают. Но я и алкоголь на разных планетах, поэтому у меня крайне категорическое отношение. Не должно быть этого, и всё. Сейчас кушать будем. Сейчас будем кушать. Спроси Даню, он будет омлет такой японский? Вот, поэтому, если бы я из отеля вернулась в чистую свою квартиру, было бы всё хорошо. Но тут было столько странного, что я вам даже не стала пересказывать, потому что это правда очень странные вещи. И мы дальше с детьми проводили расследование, как это, что тут могло происходить. Хотя они говорят, что они убирали очень сильно. Ещё на следующий день я выносила мешок пластиковых бутылок от напитков. Огромный мешок, вот столько много. Ну, хотя бы мусор можно же было за собой вынести. Ну, что ж такое. Видимо, вынесли стеклянные бутылки от алкоголя, чтобы я не видела, что это было. Так, что мне ещё пишете? Огромное количество, 10 лайков поставлено на один комментарий, где написано, что Тёму используют. Но вот эту тему я сейчас не поднимала. А вообще все эти годы с этими друзьями с Парнаса я всё время Тёме говорила, что тебя используют. Потому что когда они идут в ресторан, всегда платил он. Сейчас кое-кто начал платить. Один друг всегда платил за себя, всегда. Вот и дети прибежали. Поэтому то, что вы написали, совершенно правда есть в этом. Доля прав, да? Я омлет. А где омлет? А надо его изготовить. Сейчас будет омлет. А, ты рано встал. Ты полтора часа назад встал. Всё, я поняла тебя. Надо покормить болящих. А я первая встала. Давай покажем, какие задания ты делал. Очень сложная книжка. Сначала была у нас вот такая книжка. Очень крутая. Что тут? Цветик, семицветик. А теперь у нас ещё сложнее. Очень сложная книжка. Кто хочет занять своих мальчиков, например, вот такое задание. Я здесь начали цифру четыре. Ага, где? А, поняла. А вот давай ещё покажем вот то задание, где ходят и фрукты собирают. Вдруг кому интересно. Оно в самом конце. В конце, да? А тут как кто-то шёл ещё. Вот, кто-то шёл. Вот, в начале, а не в конце. Вот это задание, если хотите, оставьте на паузе и рассмотрите. Это довольно-таки необычное задание, я бы сказала. А в конце ещё что-то имел в виду? В конце тоже есть. О! Вот. А здесь надо вот так вот идти. Чёрная палочка, оранжевая, зелёная, оранжевая. Вот попробуйте-ка без подсказки. Мы тут неправильно отметили. Зелёная, зелёная, оранжевая. Да. Чёрная, оранжевая. Оранжевая, оранжевая. Чёрная, оранжевая, зелёная. Очень хорошая книжка. Очень-очень хорошие задания. Всё, давайте я буду делать омлет, а Даня дальше. Что ему надо тут? Циферки или что надо делать? Я понял. Но есть и простые задания. Она у меня ночью работала. Как работала? Ну так, я засыпала, а она работала. Кто-то же должен мать посуду. Дети покушали, посмотрели английский очень много. Домашка у них в виде мультиков из полиглотиков. И позвонил мастер, что в 11 будет. Я немножечко запаниковала. Вот если всё это реально польётся, а тут ещё дети, и Вика как-то очень тревожно переносит. Вообще, ремонт. Если её эти трубы так напугали, то грязь, которая может хлынуть, её вообще в шок уведёт. В общем, я не смогу убирать, одновременно успокаивая детей. Поэтому я позвонила Рахиме. Рахима помогала мне собирать вещи, когда мы переезжали. Она приходила к нам на целый день и упаковывала вещи. И она, в принципе, хорошо с детьми ладит. Я думаю, что она сможет помочь и при потопе, и просто детей отвлечь, поиграть с детьми. И, собственно, меня поуспокаивать. Самое главное. Потому что если что-то произойдёт, я не разорвусь вообще. Сейчас она согласилась приехать, но не сразу. У неё день занят, и она сейчас будет делать дела. И приедет в середине дня, как только освободится. К нам ехать долго, она будет ехать на транспорте. Я думаю, что даже если она приедет вечером, часа на 2-3, это будет большая помощь, потому что дети переключатся на неё. Она очень хорошо восхищается, улыбается, интересуется тем, что делают дети. Мне сегодня вообще не до этого. Я ничем не могу восхищаться. Сейчас я решила сварить макароны, чтобы наверняка была еда, которую Даня будет кушать. Хотя я не знаю, он сейчас будет её кушать или нет. А в обычной жизни, конечно, будет. Поэтому ещё надо разбудить Тёму срочно. Потому что туалетом пользоваться будет нельзя. Детям тоже это сказала уже. Вика уже вся переживает. Как же так, как же так. А вот когда придёт мастер, я тогда уже пойду к соседям. Когда прям впритык заранее не пойду. Это тогда надо будет два раза ходить, сказать, что сегодня ремонт. А во второй раз сказать, что всё, нельзя ничем пользоваться. В общем, сегодня у нас будет просто трэш-контент. А может и не будет никакого трэш-контента. Так что сегодня я на связи. А вам, надеюсь, будет очень интересно, что же тут произойдёт. Мне самой очень интересно, что произойдёт. Но это как-то очень дорого. Он, конечно, сказал сколько, но вот так поэтапно тоже как бы очень дорого. 10 тысяч за работу плюс 5 тысяч перевела на материалы. Он сказал, не знает сколько нужно на материал. В общем, сейчас у меня такой финансовый стресс. Но есть еда, готовить детям не нужно. Только кормить, подавать и приглядывать за мастером. И как ещё я хочу подготовиться? Я ещё очень хочу быть не уставшей к его приходу. То есть я сейчас просто лягу или сяду около детей, буду сидеть. Я ещё нормально не позавтракала. Вот у меня стресс всегда так проявляется. Я не могу есть. Нормальные люди во время стресса едят шоколадки. Я знаю, толстеют. А я не могу есть. Поэтому я вот съела там сухарик. Я сегодня съела сухарик, чтобы выпить таблетки. И сейчас съела тут, что у них осталось у детей. Вот. Надо, конечно, мне покушать обязательно. И сохранять спокойствие, насколько это возможно. Я, кстати, уже приготовила валерьянку. Я прям уже скоро зависимая буду. Шучу, шучу. Раз в месяц ничего страшного. Кстати, вы знаете, как пить валерьянку, если вы хотите сесть за руль. Или если вы хотите дать её детям, а в ней находится спирт. Нужно взять, накапать в ложечку, сколько вам нужно капель. И держать над кипятком. Над чайником, например. Вот так, над носиком чайника. Или вот у меня кипят макароны. Вот тут можно. И тогда спирт выпарится. Вот так сказал мой пульмонолог. Когда я сказала, что я всё равно сяду за руль. Как это я не сяду за руль? Я выпью валерьянку и сяду за руль. Он сказал, выпаривай в ложечке над чайником. Вот как хорошо я могу всему, всех научить. Вы думаете, хоть раз я выпарила, я даже перед выходом из дома пила. И сразу же садилась за руль. Но научить могу. Сейчас Рахима наконец-то назвала цену. Это будет стоить 500 рублей в час. Я, если честно, боялась, что она напишет 1000. Тогда бы я всё равно согласилась. Но это было бы вообще просто запредельно дорогой ремонт. Почему не отправила в садик детей? Почему такие сложности? Ещё и дети. Потому что Даня не может есть. И у него после завтрака опять заболел живот. Мы должны были купить какое-то лекарство. Энтерол. И мы его не купили. Надо его сегодня купить. Может, я с ними гулять пойду, если мастер нас выпустит. Вот. Так что за 500 рублей в час Рахима до нас доберётся. И это будет прекрасно. Вообще, она занимается клинингом. Профессиональным клинингом. Она убирает коттеджи. У меня нет коттеджа. Но она когда-то к нам год назад приходила убирать пару раз. Было очень круто. Очень круто. Вообще, вся пыль, все полы, всё очень круто. Рекламирую. Но у неё нет машины. Поэтому куда далеко добраться, например, в какой-то коттедж, за город, она ездит на такси. То есть нужно добавить к её стоимости ещё и такси. Она очень дорого берёт. Но она очень хорошо зарабатывает. С меня она брала поменьше, потому что у нас с ней были другие дела ещё. Вот. Поэтому она говорила, вам скидочку. Когда я друзьям её посоветовала, вроде она сказала, что за 3000 квартиру убирать вроде бы не будет. Ну, что-то в этом духе. Ну, в общем, она дорого берёт. Поэтому то, что она согласилась за 500 рублей в час с ними поиграть, это вообще очень-очень круто. Я прям безумно рада. И я знаю, что это будет прям вот то, что им нужно. Вон они орут и опять ссурятся. Высмаркивайся. Вот он, смотри, зелёный. Высмаркивайся. Высмаркивайся. Кто хочет макарошки? Всё, ты рад? Да, хочешь? О, у тебя проснулся аппетит. А я не хочу. Поставайте тарелочки. Вы что? Нет, не знаю. Дайте мне одну минуту. Я не хочу. Я хотела сказать, что я суперспортсмен. Я могу тянуть руки вверх. Больше ничего не могу, но это не важно. Если вы будете растягивать позвоночник вот таким образом каждый день, только если у вас есть болезни, то аккуратнее проконсультируйтесь с врачом. Вы будете растягивать, и ваш рост будет выше, и вы не будете сутулиться и уменьшаться с возрастом. Куда-то взялся второй завтрак. Всего лишь 10.55. У меня первый завтрак. Дети едят пустые макароны с кетчупом. Не кривляйся, а то я тебя показывать не буду. Он не может не кривляться. Я хочу делать милый котик. Милый котик, давай. Контраст. А я изобразила голубую собаку. Да. Только клади все на место. Вот, ты сейчас смастеришь все, да? Отлично. Тоже поиграть хочешь? Это лего для взрослых. Это не лего. Это посерьезнее. О, Даня уже собирает. Соседи предупредила. Нет, еще сказали, верхних не надо предупреждать рано еще. Еще другое делают. Дорогие друзья, уже вечер. 18.30. Мы отделались легким испугом. Мастер все сделал. Я уже тут лежала с Викой. Делала масочку. Успокаивалась. До валерьянки дело не дошло. Почему с Викой? Потому что у Вики 38 поднялась. И одна. Мастер, в общем, ничего нам не сказал. Немножко рискнул. Могло все политься. Но он молодец. Он рассчитал. Сейчас покажу. В общем, только там шумно немножко. В общем, он заменил трубу фановую. Кто ходил в моих тапках и не поставил их на место. Я честно показывала вам утром туалет. А надо было показывать вам ванну. Дети, когда меня видят, у них условный рефлекс бросаться на маму. Итак, я вам показывала. Он не заменил эту длинную трубу. Он повез ее обратно в магазин. Она не потребовалась. Все обошлось. Он сказал, что такого идеального совпадения он не ожидал. И такого вообще не бывает. То есть это все идеально подошло. Он все чуть-чуть расшатал. И я потом прихожу. Говорю, когда же идти к соседям? Говорит, не пользуйтесь туалетом. А он говорит, не надо. Я говорю, как не надо? Он говорит, я все сделал. То есть вот это все осталось. Это я неправильно поняла, что он будет это опускать. Я тупая. Имейте в виду, если он бедный, как он меня терпит. Я все переспрашиваю. Короче говоря, он выдернул и поставил, и все заделал. Ну, он сказал, предварительно он. Отойдите, пожалуйста, от меня. Я снимаю видео. А можно мне чупик? Можно подождать. Я сейчас вас покормлю. Не знаю, чем правильно. А можно мне чупик? Короче говоря. Не дают сказать мне. Короче говоря. Я максимально подготовился, вынул, вставил. И в этот момент могло все ливануть сюда. Но он нам не сказал, что он это делает. Мы смотрели телевизор долго, ну, час где-то. Он все сделал, чего мы добились. То есть, короче, он уходит весь, молодец. Я говорю, давайте вы мне скажите, что вы сделали. А то я ничего не пойму. А вот что он сделал. Вот что он сделал. Он опустил вот эту штучку ниже. И выиграли мы 6 сантиметров. То есть, от пола до середины вот этой трубы было 11 сантиметров. А сейчас, вон как, ну, он считает, что 5. А мне даже кажется, что меньше, чем 5. А что нам это даст? Вот здесь у нас будет не 25, а уже 25 минус, похоже, 6. Где-то, короче, 19. Ему вообще кажется, что 17. Ух ты, у меня что-то, кажется, все мокрое сегодня. Отчего не сказали-то, что осталось все мокрое? Тут у нас тут чудеса всякие происходят. Вы меня спрашиваете, почему бардак? Потому что я одна, а их трое. Убирать надо ровно за тремя детьми. А еще их надо кормить. Если кто-то что-то и помогает, но что-то не в плане чистоты. Они могут себя обслуживать. А вот с чистотой как-то не очень. Вот, весь день я их кормлю. На обед у нас был рисовый бульончик. Куриный бульончик с рисом. Короче, это то, что он сделал. И то, что он, в общем-то, я думала, что будет делать весь день. И он полтретьего уже ушел. К полтретьего мы с ним уже нарисовались. Я говорю, давайте сядем рисовать. Мы рисовали этот санузел. Представляете, он мне говорит, а зачем рисовать? Ему и так все понятно. Я говорю, нет уж, давайте рисовать, чтобы мы точно понимали, о чем мы говорим с вами. Мы рисовали, рисовали. Вроде все договорились. Ждем его напарника, ту биконтинию. И еще такая идея, вот этот унитаз убрать к стенке туда. Придвинуть чуть-чуть сюда. Наверное. Но не сегодня. Хотя мог сегодня. Уходил полтретьего. Говорю, давайте сегодня. Он говорит, ну, надо там покупать. Ля-ля-ля. Опять в магазин. А он уже утром был в магазине. В общем, после полтретьего русский человек не работает. Был бы это не русский человек. Я думаю, он бы тут работал до девяти вечера. Лишь бы все деньги заработать. Короче, заплатила я ему семь. Он говорит, ну, раз я так быстро, то уж пускай, значит, не восемь, а семь. Сказал, восемь-десять с утра. Дала семь. Плюс на материалы ушло две пятьсот. Вот. Он не знал, сколько уйдет. И я ему утром пересылала пять тысяч. В общем, материалы две пятьсот плюс работа получилось девять пятьсот. Вот это вот ерунда. Зачем так важно было убрать высоту порога? Порог должен был быть двадцать пять. Убрали на шесть сантиметров. Почему? Не потому что кому-то трудно ногу переставлять или Тёме трудно будет переползать на коленках. Не только из-за этого, а из-за того, чтобы сделать порог и поднять этот пол. Вот, представьте, нужно было бы вот столько вот насыпать туда цемента, керамзита, песка, всякого фигни. И утяжеление. Представьте, какое на перекрытие бы пошло. И по деньгам. Так надо будет насыпать поменьше. И на перекрытие меньше, и денег платить меньше. За то, что будет. Вот, а так, в принципе, мы планировали. Тут всё нарисовали. Всё прекрасно. Хотите, покажу вам картинку, если вы что-то поймёте. Так, мы хотим кушать уже. А кушать не знаю что. Медведь заблудился опять. Разобрала я кучу этой одежды сезонной и обуви. Вот с этим у нас не очень понятно, что делать. Это мои красивые, но неудобные. Из-за того, что квадратная нога, я бы их продала. Но, по-моему, сейчас не сезон. Это на очень острую узкую ножку. Но они клёвые вообще. Они такие супер тёплые. Вообще, покупайте их у меня. Короче, я не знаю. Они 38, но мне они с квадратной, с моей ногой, они малые. Вот, что я ещё хотела сказать. Что всю посуду сегодня экспериментальный такой вариант. Я кладу в посудомойку. Так, Вика заболела. Значит, у Дани это был не только виноград, но и всё-таки это был вирус. Температура была от вируса. Вот, кушали все в разное время. Ой, сообщения без конца идут. Сообщения, сообщения. Что-то хотела сказать и забыла, девчонки. А, рисовать. Вот. Мы с ним пошли рисовать. Я хотела вам показать. Если кто-то что-то вдруг захочет понять, то вот так будет выглядеть наш санузел. Девочки, которые в теме, они всё сейчас поймут. Вот. А кто не в теме, поймёте позже, когда всё это будет происходить. Вот. А сейчас у меня два урока будет подряд. Остались уроки только, которые были по предоплате. Они уже оплачены. Школьники ушли на каникулы. Остались мои дошколята, у которых вечерние уроки. Почти все платят вперёд. Так что на этой неделе ноль, ни копейки денежек не будет. Ближайшие деньги будут через неделю аж. Сегодня среда, деньги будут во вторник. Вот так вот. Подтянули поясочки. Всех люблю, всех целую. Слушайте, но стресс был нормальный. Он сам не ожидал. Он говорит, я такого не видел. Это просто чудеса, что так всё там совпало и получилось. И всё идеально. До завтра. С нами не скучно. Подписывайтесь, если вы ещё не подписались. 45 с ребёнком. И ещё 7 минут мама заняла. И сейчас у меня через 7 минут следующий ученик. Вот так. И эти все уроки у меня уже оплачены. Так что я ничего не получила. Пойду посмотрю на своих. Вика болеет. Жаропонижающее давала в 4 часа дня. Но Вика вообще хорошо болеет. Не сглазить. Она терпеливая. И просто говорит, да, мне нехорошо. И всё. Я просто увидела, что она вся красная и обедать отказывается. Казалось, что температура. Пойду их проведаю. Вот. И следующий урок. Прекрасное завершение вечера. Папа детей прислал 15 тысяч. Я тут же бросилась оплачивать полиглотики летний лагерь. Потому что там выходит 1350 за день английского языка. 4 часа английского языка без русского. С горячим обедом в этом году они придумали 1350 в день. За 10 дней 13500. Две недели Данечка организован будет. И просто английский оплатила апрель за Даню и за Вику. Вот. И даже не хватило денег. За Даню и за Вику. Там вышло 4700. Вот, короче, 13500 и 4700. 18200. В общем, вот. Английский схвачен. Закончился мой второй урок. А я что-то уже тут так замерзла. Я не оделась. Уф. Мне очень холодно. Мне очень хочется спать. Спасибо, что вы с нами. Ремонт продолжится в пятницу. Следующая активность у нас будет. Но еще без напарника. Такая немножко параллельная активность. Еще кое-что надо сделать. Вот. А грандиозный ремонт зреет. Зреет. Правильное слово. Зреет. Когда у него в голове созреет, напарник освободится. И я морально подготовлюсь. А я вообще сегодня отдохнула. Вот настроилась на отдых и отдохнула. То есть я настроилась на отдых до мастера. Получилось вообще отдых. То есть без руля просто жизнь прекрасна. Я надеюсь, машинка не слышит. Это там во дворе. Не передавайте ей, пожалуйста. В общем, будем мы ходить пешком. И будет все хорошо. Ну и в садик мы теперь будем ездить меньше. Как вы уже поняли. Кстати, не вижу ни одного комментария про садик. Что-то все так молча. Угу. И хорошо. Но вообще это очень крутое изменение в жизни. Дети ходили в этот садик три года. Ну, кто три года? А нет, все три года. Они же одновременно туда пошли. Даня перед этим был в частном садике. В общем, три года заканчиваются. И переходим к новой жизни. Всех люблю. Сил нету. Дети захватили у Тёмы телевизор. Отобрали пульт. Один мужчина пишет, зритель, что дети неуправляемые. Временами так и есть. Но это дети. Если ты ими не занимаешься, они неуправляемые. Чего это они в пять лет будут сами собой управлять? Ими управляют какие-то эмоции и какие-то инстинкты. Где веселее, там они и будут. Отобрали пульт. Тёма уже ко мне стучался. Говорил, что он ответственности не несет за то, что они там смотрят. Надо пойти посмотреть. Книжка новая. Мы со вторым учеником закончили математику 6-7 лет. И перешли уже со вторым учеником к вот этой вот математике. А тут Даня подделал. И мне так легко. Теперь надо только говорить. И мне самой считать и думать не надо. Что тут делать? Вот. Поэтому уже у меня двое. Но раньше, когда заканчивали Петерсона и Жукову, мы прощались с учениками. А теперь они не хотят со мной прощаться. Это, конечно, весьма лестно. Но мне нужно выдумывать для них новые книжки. Вот. Чтобы было сложнее, сложнее, сложнее. С мальчиками так. Если им легко, всё. Они не занимаются. Данечка заменил мне зарядку. Сказал, твоя зарядка плохая. Я, говорит, её выкинул. Ну, у нас всё в буквальном смысле. Выкинул и заменил. Ой, не могу держать её зарядку. Я хорошо говорю и улыбаюсь. Делать ничего не могу. А чем плохая эта зарядка? А её, кажется, очень резко как-то вынули. И она стала кривая какая-то. Прям совсем кривая. Вот. Пока было два урока. Я отмассировала ноги. Я вот так сижу и свой ревматоидный артрит. Вот так вот сижу и всё время максирую. Но меня так не видно. Меня видно вот таким вот образом. Только голову. Так что всё нормально. Не переживайте. Ножки счастливы. Ручки счастливы. Массаж закончен. Всех люблю. Всех целую. Не переключайтесь. С нами не скучно. Кто хочет научиться читать и считать, пожалуйста, писать онлайн я не научу. Но могу поконтролировать. Ну, не обязательно. Я вас научу. Вы сами научите. Если кто читать и считать перед первым классом или чуть раньше, пожалуйста. You are very welcome. Всё. Пока-пока. Я десятый раз прощаюсь за это видео. Ну, извиняйте. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.